Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! В эфире программа «Добрый день» и мы её ведущие Дмитрий Бурлаков И учёный-пёс Пифагор Сегодня у нас 22 октября И сейчас вы узнаете, что же интересного произошло в этот день в истории О! Сегодня у нас сплошные дни рождения Наш рассказ пойдёт о литературе, искусстве и спорте Вот такая программа 22 октября 1818 года родился Казьма Теренч Солдатёнков Российский фабрикант, меценат, книгоиздатель Очень люблю рассказывать про предпринимателей, которые свои сбережения тратили на добрые дела А Казьма Теренчич был именно таким Например, Солдатёнков первым издал роман Тургенева «Отцы и дети» Выпустил сочинения Белинского, Некрасова, Фета Полонского А всего им издано более 200 книг Нередко Солдатёнков продавал свои книги ниже себестоимости А, минуточку Себестоимость – это то, что тратится на производство Понимаете, да? Бумага, типографские краски, оплата автору, рабочим А продавать ниже себестоимости – это значит продавать в убыток Но Солдатёнков считал, что если эти книги будут читать небогатые люди, то пользы будет гораздо больше Совершенно согласен с мнением этого замечательного человека След от хорошей книги остаётся в душе навсегда И от прикосновения к настоящему искусству тоже Не случайно Солдатёнков вкладывал огромные средства в покупку картин и скульптур Вот посмотрите, какие замечательные картины он приобрёл Завтрак аристократа художника Федотова Картина Трапинина – автопортрет с видом на Кремль Левитана – весна, большая вода Да, уважаемый Пифагор, только вы забыли сказать, что эта замечательная коллекция была доступна для обозрения Это был почти музей, только в частном доме После смерти мецената картины из его коллекции перешли в русский музей и Третьяковскую галерею А книги – в румянцевскую библиотеку Такова была воля Солдатёнкова А его благотворительная деятельность Я вот, например, не могу запомнить всего, что он сделал Поэтому подготовил специальную справку, чтобы ничего не забыть Вот, на средство Солдатёнкова было осуществлено Строительство каменного корпуса Измайловской военной богадельни Содержание Николаевского дома презрения вдов и сирот Строительство богадельни Яузского попечительства о бедных Строительство городской больницы для бедных А, сейчас это Боткинская больница И, кстати, в 1992 году там был установлен памятник Солдатёнкову Кроме того, многим этот благотворитель дал возможность получить образование Из его средств выплачивались пособия студентам, стипендии московским гимназистам А 67 тысяч книг для бесплатной выдачи общественным библиотекам? Да, человек замечательный Но нам, Дмитрий, пора рассказать еще об одном, не менее замечательном Кстати, я уверен, если бы Солдатёнков с ним встретился, тоже обязательно бы помог 22 октября 1811 года родился венгерский композитор и пианист Ференс Лист Ему было 9 лет, когда к нему пришла слава Выступления юного пианиста приводили публику в восторг Вена, Париж, Лондон, Рим Почти вся Европа говорила о новом маленьком чуде О новом Моцарте Эй, очень скоро Ференс Лист стал выдающимся пианистом-виртуозом Композитором и дирижером Эх, жаль, что тогда не умели записывать музыку на какие-нибудь аудионосители И теперь мы можем только представлять себе игру Листа Современники были потрясены тем, что рояль под его руками превращался в целый оркестр А когда он играл в фуге Баха, рояль превращался в орган Кстати, именно Лист вывел рояль в концертные залы До него на этом инструменте играли только в комнатах и музыкальных салонах И именно Лист развернул рояль так, как мы привыкли видеть на концертах сегодня То есть в профиль, чтобы посетители концертов могли лучше разглядеть руки музыканта А вот что писали в одной из газет того времени При игре у него не видно вовсе пальцев от чрезмерной их быстроты Лист был не только пианистом, композитором и дирижером Он был и замечательным педагогом И очень часто занимался с учениками бесплатно А всего учеников у него было больше трехсот Из разных стран мира Ну а сейчас мы расскажем еще об одном виртуозе 22 октября 1929 года родился Лев Иванович Яшин Футболист, вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Имя Яшина было известно каждому Мальчишки во всем старались походить на него А болельщики даже не допускали мысли Что команда может проиграть, если в воротах стоит Лев Яшин Еще бы! Ведь за 270 игр в его ворота не попал ни один мяч Во всем мире Яшина называли «Черная пантера» За его вратарскую форму, подвижность и акробатические прыжки А начал спортивную жизнь великий вратарь Самодельного мяча из тряпок, перетянутых веревками А потом у него был золотой мяч Ведь Яшин был единственным вратарем в мире, кого наградили специальным призом Золотой мяч А теперь есть приз имени Яшина Им награждают лучшего вратаря финала чемпионата мира по футболу А в 1999 году Яшина признали лучшим вратарем Европы 20 века Вот такие люди родились сегодня 22 октября А нам осталось рассказать еще об одном событии 22 октября 1797 года француз Андре-Жак-Гарне-Рен совершил первый в мире прыжок с парашютом А знаете ли вы, как переводится слово парашют? Оно составлено из двух слов Греческого пара, что означает против И французского шют, то есть падение Итак, парашют переводится как предотвращающий падение И точнее не скажешь Итак, 22 октября 1797 года Андре-Жак-Гарне-Рен совершил прыжок с воздушного шара С высоты около тысячи метров Зрители, наблюдавшие за полетом, ахнулят испуга Когда Гарне-Рен камнем полетел вниз Но накинулись стропы парашюта И начался плавный спуск под куполом огромного зонтика Кстати, жена Гарне-Рена, Женевьева и его дочь Элиза Тоже со временем начали прыгать с парашютом И стали первыми в мире женщинами-парашютистками Да, смелая, я б не рискнул А впрочем, у меня есть оправдание Собаки редко прыгают с парашютом Да, но и телевизионные программы они тоже ведут не так часто Знаете что, Дмитрий, давайте переходить к поздравлению именинников А то мы с этими разговорами далеко зайдем Согласен Сегодня с Днем Ангела мы поздравляем тех Кто крещен во имя святого апостола Иакова Алфеева Священномучеников Константина и Петра А также мученика Максима С праздником вас, дорогие друзья Многое вам и благая лето Ну что ж, а нам остается только напомнить о событиях Которые произошли в этот день 22 октября в истории Дмитрий, прошу вас Благодарю вас, Пифагор Итак, 22 октября 1818 года Родился Казьма Теренч Солдатенков Российский фабрикант, меценат, книгоиздатель В 1811 году в этот день родился Венгерский композитор и пианист Ференс Лист А в 1929 году футболист Лев Иванович Яшин Вратарь московского «Динамо» и сборной СССР 22 октября 1797 года француз Андре-Жак Гарнерен Совершил первый в мире прыжок с парашютом И на сегодня это все До завтра! И пусть ваш день будет добрым! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова